Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Приехали с проверкой, как оценили реализацию национальных проектов в Барнауле депутаты Государственной Думы. Не можем записаться в поликлинику. Как быть и что делать, если у барнаульцев возникают проблемы при записи через госуслуги? На работу на велосипеде. Стало ли удобнее горожанам передвигаться по городу на двухколесном транспорте? Сегодня в городах Алтайского края, в том числе и в Барнауле, работают депутаты Государственной Думы, а также представители Совета Федерации. Они проверяют реализацию семи национальных проектов, один из которых – образование. В ходе мониторинга вопросы возникали, к примеру, как возводить школы и детские сады, не уходя в убыток. Вместе с группой проверяющих на строительство объектов образования отправилась и наша съемочная группа. Детский сад почти готов к сдаче. 330 мест, половина из них – ясли. Масштабные цифры для молодых кварталов. Кроме этого, объекта в 2019-м в Крыловой столице должны ввести в эксплуатацию еще пять детских садов. Нацпроект образования в Алтайском крае, можно сказать, разогнался. Рядом, опережая сроки, поднимают школу. Сохранить темпы хотят и власти, и подрядчики, но делать это сложнее. В расчет стоимости строительства берут не региональный коэффициент, а федеральный. А он средний по краю. Что для детского сада в отдаленном районе, что в Барнауле. Для краевой столицы это значит, что установленные суммы почти на треть меньше себестоимости. И это уже обсуждают в Госдуме. Мы как никто заинтересованы в том, чтобы не завышенные, но эти расценки соответствовали просто сегодняшнему дню. Потому что многие материалы, они за последние два-три года гораздо дороже стали. Мы даже не говорим о заработных платах сотрудников, но элементарно сама себестоимость материалов уже просто не соответствует тому, что сегодня мы имеем. Что утверждается под законными актами. Еще одну проблему озвучили уже барнаульские чиновники. К сожалению, мы работаем в пределах двух лет. Нужна трехлетка, потому что мы проектируем, торопимся. Проекты порой выходят, пока землей занимаемся, пока проектируем. Проходит большая... Да. Потом мы подходим, вот почти год проектируем, да, подходим к зиме и зимой начинаем стройку. Мы торопимся, мы гоним, это может на качестве отразиться. Все эти предложения федеральные депутаты Наталья Гувшинова и Светлана Бессараб обещали отвезти в Москву. А замечания депутатов к объектам нацпроекта образования обсудили сегодня в Краевом правительстве. Итоги масштабной проверки озвучат позже. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Проверили сегодня и реализацию проекта «Жилье и градская среда». Работу оценил депутат Госдумы Павел Федяев. В его поле зрения попали дворовые территории на улице Георгия Исакова. Особое внимание детским площадкам. Детям с песком как? Нормально? Родители не жалуются, что они потом... Детям хорошо, да, но есть, конечно, обращение, что часть песка приносят домой, есть обращение, что в ветре на погоду определенные неудобства. Да, начинают барханы делать за пределами площадки для дворников. Мы сегодня были в Новоалтайске, там резиновое покрытие площадки. Смотрится, конечно, аккуратнее. Представители местного ТОСа заверили гостя, что новые детские и спортивные площадки строят уже с современным резиновым покрытием. Также депутат оценил ход работ, которые ведутся на аллее по улице Георгия Исакова. Ее превращают в полноценную зону отдыха протяженностью больше двух километров. По словам Павла Федяева, принципиально важно, чтобы объекты для благоустройства выбирали в том числе и сами горожане. Чтобы это были именно те места, которые являются точками притяжения, именно там, где людям больше всего хочется проводить время. И с Италией так и получилось. Ее начали делать еще сами жители, сами граждане. И опять же у муниципалитета не было, наверное, никаких шансов не продолжить ее. Также столичный депутат осмотрел набережную и Нагорный парк. Оба объекта оценил высоко. Заверил, что они по многим параметрам сделаны лучше, чем в некоторых других городах страны. Ну а мы сегодня также в очередной раз отправились с проверкой на берег Аби. В августе горожане жаловались в соцсетях на завалы строительных и коммунальных отходов в поселке Восточный. Так вот, свалка там будет ликвидирована. Правда, на это потребуется время. После первого визита Полины Ждановой и нашего запроса в ситуации разбирался и Росприроднадзор. Каков итог, расскажем далее. Наша съемочная группа приехала на место свалки спустя месяц после первого визита. И что мы видим? Наверху перед обрывом строительный мусор все-таки убрали. Но работы еще достаточно много. Однако радует то, что проблема постепенно все-таки решается. После визита представителя экологического надзора свалка была признана несанкционированной. Правда, тех, по чьей вине мусор накопился, так и не нашли. Местный предприниматель его предприятия находится рядом с обрывом. Утверждает, отходы везут из частного сектора. Такая не поросята. Вот возят сюда все сами же. Вот жители. Все жители. Вот они. Вот кто здесь живет, сами же гадят. У меня просто финансов нет. Загородить вот тут сделать забор. Территория не приватизирована, а значит, за нее отвечает городская администрация. Экологический надзор потребовал у властей принять меры по ликвидации мусора. Соблюдение требований законодательства области обращения с отходами производства и потребления находится на контроле Минприроды Алтайского края. В случае невыполнения данных требований, материалы по выявленной несанкционированной свалке будут переданы в суд. Во время нашего повторного визита местный предприниматель сообщил, что представители городской администрации уже приезжали. Договорились, что Александр приватизирует территорию, где накопилась свалка, и огородит ее. А также за свой счет сделает новую насыпь. Вывести мусор полностью слишком дорого, поэтому как для администрации, так и для владельца территории – такое решение выход. Правда, когда свалка будет окончательно ликвидирована, мы так и не узнали. Видимо, стоит навестить это место еще через месяц. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Система записи периодически дает сбой, так говорят барнаульцы, о нововведении. С сентября записаться в поликлинике больницы по интернету можно только через сайт Госуслуг. В чем причина сбоя узнавала Валентина Аскерова. С пятой попытки наконец получилось. Моя коллега Дарья Эйдемиллер все-таки записалась к терапевту в барнаульскую поликлинику. До этого целый месяц сайт Госуслуг предлагал ей пойти лечиться по прописке в Бийск. Я не могу записаться через госуслуги в больницу рядом с домом в Барнауле. А чтобы это получилось, нужно прийти в больницу, прикрепиться, написать бумагу, оставить подпись. Ну, с температур 38 это как-то не сильно мне удалось. Когда выздоровела, пришла в поликлинику, написала заявление и прикрепилась. Теперь записывается без проблем. Говорит, услуга нужная. Жалко только, что прикрепиться нельзя удаленно. Придется лично идти в поликлинику, причем, возможно, и не один раз. Кстати, Дарья далеко не единственная, у кого возникли сложности с записью через госуслуги. Ну, мне не удалось, к сожалению. Пришлось идти в регистратуру и записываться так. А что, вас сайт выкидывал, выбрасывал? А, он зависал от страницы. В Минздраве признают, непогрешимых систем не бывает. Госуслуги тоже дают сбой. Но крайне редко. В основном, проблемы с записью возникают по другим причинам. Неверные данные, которые вносит пациент. Слава богу, их не много таких случаев, но они есть. И это номер один причина. Вторая причина, почему не могут записаться на прием врачу по частоте такой обращаемости. Это причина отсутствия прикрепления. К сожалению, такой фактор тоже имеет место быть, когда человек не прикреплен еще к поликлинике, но пытается записаться. Но оказывается, и прикрепленные записаться на расстоянии могут далеко не всегда. Попытавшись записаться, сайт написал, что я не прикреплен к своей больнице. Позвонив в больницу, мне сказали, что проблемы с сайтом, что я прикреплен на самом деле. До сих пор, вот уже порядка трех недель, я не могу никак решить вопрос. Ну, элементарно записаться врачу. Поможет решить проблему служба техподдержки, отмечают в Министерстве здравоохранения. Ее контакты сейчас на ваших экранах. Кстати, в ведомстве также добавляют, что за удаленной записью будущее. В планах регистратуру в поликлиниках сделать лишь справочное, а не средства в выдаче талонов. Как в таком случае к врачам попадать людям, которые интернетом не пользуются совсем? Я безработный. У меня нет интернета. Потому что мне платить за его нечем. Что я должен делать? Или что должна делать бабушка, которая 80 лет приходит сюда? Ну? Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжая выпуск, более 300 велосипедистов приняли сегодня участие в массовой акции на работу на велосипеде. Утром в пяти местах города работали особые энергетические точки. Любители двухколесного транспорта угощали бананами и горячими напитками. Наш корреспондент Илья Кочетков решил выяснить, насколько увеличилось количество велосипедистов в Барнауле за последние пару-тройку лет и стала ли городская среда к ним более благосклонна. Вот мы сейчас приближаемся к развороту. И такая вот проблема. Либо мы спрыгиваем с бордюра, либо объезжаем по вокруг, что и то неудобно, и другое неудобно. Евгений Бачинин – энтузиаст велосипедного сообщества Барнаула, дизайнер. Не так давно сам разработал проект оптимальных велосипедных городских маршрутов. К слову, подобных в городе разрабатывают много. Почти каждый предусматривает строительство удобных для передвижения велодорожек. Пока реализовать такие проекты в Барнауле сложно, а поэтому любители двухколесного транспорта обрадовались, когда на Исакова появилась первая в городе 5-километровая велосипедная дорожка. Опробовали ее многие, в том числе и наш герой, и сразу нашел множество недостатков. Данная велодорожка упирается в Матросово, или в северо-западную Матросово в более сложные участки, и мы дальше не знаем, как доехать нам до центра. В этом проблема. То есть нужно было пробивать какие-то другие направления, например, частный сектор через вокзал. Претензий к дорожке вообще много. Не хватает удобных съездов, нет разметки, знаков. Но, признает Евгений, главное, что лед тронулся. Причем, по его мнению, именно благодаря таким акциям, как на работу на велосипеде. Сегодня те, кто передвигается на двух колесах в пяти точках города, угощали бананами и энергетическими батончиками, а также горячими напитками. Акция «Всероссийская» и «Барнаул» к ней присоединяется уже в третий раз. По словам участников, она помогает продемонстрировать, что в городе образовался уже целый класс людей, предпочитающих двухколесный транспорт любому другому. Велосипед – это очень удобный вид транспорта. Я не пользуюсь общественным транспортом, потому что много народу, пробки, очень неудобно. Велосипед гораздо удобнее. Во-первых, он не выделяет в атмосферу никаких вредных примесей. И потом, это довольно приличная скорость, 15 км в час – это неплохо. В прошлый раз такая же акция проходила в мае. Тогда велосипедистов встречали на трех точках. Собралось не больше ста участников. На этот раз точек уже пять. Велосипедистов насчитали почти две сотни. Всего, по подсчетам организаторов, в Барнауле сейчас около трех-трех с половиной тысяч. Жители постоянно и даже зимой пользуются велосипедами. И их число растет медленно, но верно. А вот велодорожка, причем не самая пока лучшая, в городе на данный момент только одна. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. Строительство нового здания театра «Кукол сказка» близится к завершению. Сообщил подрядчик компания «Селф». Объект непростой и требует внимательности к деталям и особых технологий строительства. Что уже сделано и что еще предстоит, расскажем далее. Чтобы построить новый театр «Кукол», старый пришлось полностью демонтировать. Как говорит подрядчик, компания «Селф» – это не самая сложная часть работы. Сложнее возвести здание с особой архитектурой – непростой кирпичной кладкой. Однако до холодов застройщик обещает закончить основной этап строительства. Идутся отделочные работы наружные по фасаду, приступили к благоустройству территории. Также монтаж внутренних инженерных сетей заканчивается. Черновая отделка тоже в стадии завершения. Каркас здания уже готов. Кровля также на этапе завершения. Интересным будет купол будущей сказки. Технологии его изготовления заимствовали у древних мастеров. Собирали покрытие купола вручную. Когда внешние работы будут закончены, останется сделать самую эстетическую часть – оборудовать залы и сцену. Чистовая отделка. Здание также воплощения в жизнь интерьерных решений, которые подчас не очень легкие, сложные архитектурные элементы, лепнина. Также монтаж технологического оборудования. Когда стройка завершится, в городе появится здание, которое будет переливаться яркими красками в свете фонарей. Такова задумка архитектора. А для кукол и актеров это не просто красивое здание, а долгожданный, сказочный дом. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok